здравствуйте 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 всем вы на канале вниз карина зав мир глазами женщины меня зовут карина 16 мая на дворе четверг практически уже рабочая неделя и завершилась осталось только в пятницу отработать всем и я начинаю свой новый влог сегодня мы сходили всей семьей магазин на закупки я не знаю стоит ли показывать продуктовые покупки самые самые обычные что ни на есть самая повседневная это колбаска для бутербродов это сыр для бутербродов это печенье к чаю это серафиму иммунельки и главное зебрушкой не буду уже без конца одно и то же вот так вот мусолить потому что в продуктовых покупках я все-таки стараюсь показывать те продукты о которых я еще не рассказывал но которые хотела бы вам посоветовать или от которых может быть хотела бы вас предостеречь но еще заходили в потому что мужу нужно было купить еще упаковку ремонтодина таблеток потому что он у меня заболел и может быть как-то вовремя купили таблетки ремонт один противовирусные может быть как-то организм у него сам такой сильный оказался и поэтому вовремя как-то вот так вот взял себя в руки но правда нос еще течет но противовирусный он старается допить тот курс который прописан именно вот в рецептурной вот этой бумажке а у меня что-то прихватило спину уже давно я так с этой спиной мучаюсь я сначала думала что у меня болит укол от эпидуральной анестезии когда мне делали при кесаревом сечении но потом как-то муж мне начал намазывать спину в области поясницы вольтареном и он мне надавил совершенно на другое место в области копчика и мне стало так больно и он сказал это у тебя не укол от эпидуралки так что я пока не знаю не знаю что это такое я вам начинала эпопею со своей щитовидной железой и пока вот как-то на том остановилась мне пришли правда результаты пункции но в результатах то если я правильно расшифровала как обычно мы залезаем в интернет набираем что там написано в наших анализах и что нам отвечает интернет что это должно быть либо не должно быть там какого-то заболевания я так поняла что у меня вроде бы вроде бы если я правильно разобралась все в порядке но наверное все к тому и шло потому что все таки с гормонами у меня все в порядке значит щитовидка работает но вообще как бы вот обсудив с близкими и родными и и и чтобы уж окончательно для себя понимать что да все хорошо наверное стоит съездить к врачу и попросить расшифровку вот этого анализа все ли в порядке и не нужно ли дальше еще какой-то проверки обследований и прочего ну так вот со щитовидкой пока вот на этом этапе остановилась так вот со спиной непонятно что поэтому решила сегодня в аптеке взять вот такой вот пластырь на на пласт форте противовоспалительный обезболивающий лечебный в общем все что хотите неплохие отзывы по этому пластырю но конечно 50 на 50 кому-то помогает кому-то нет как и любое впрочем лекарство поэтому решила попробовать вот пока приклеила пока хожу прошло буквально два часа а уже потом будет видно носить его можно до 12 часов и потом приклеивать уже очередной пластырь этот отлеплять новый можно приклеить посмотрим может быть он мне поможет потому что понимаю что уже и походка как-то изменилась я стал ходить так как у . жалко что не крякаю еще да и еще и еще и еще я вам хочу по поводу цветов все я никак не могу угомониться все все я продолжаю свое цветоводство цветоведение и не знаю как еще назвать в общем пока я радуюсь этому занятию и пока вроде бы плоды приносит хотя я так знаете с денежным деревом что-то как-то замерла призадумалась соли в порядке сейчас покажу вот так вот здесь на кухне на подоконнике мои цветы благоухают я так понимаю все же здесь более такое благоприятное для них место но что-то как-то я вот столстянка немножко призадумалась я когда трогаю вот здесь вот листочки вот на макушке они вообще какие-то вот прям вялые-вялые здесь вот со самый низ который к земле и вот эти вот вторые листочки пока вроде бы ничего но пока подожду не знаю мне не хочется вырывать смотреть что там корни не корни загнивает не загнивает вроде бы как-то стараюсь и поливать и и все в порядке но может быть что-то и не так может быть и не укоренился вот этот вот черенок ну дальше посмотрим и еще у мамы на работе я взяла черенок колонхое вот такой вот маленький и посмотрела как же его укоренять оказывается нужно пролить хорошо хорошо землю взять вот такой вот пластиковый стаканчик просто вот так вот торгнуть туда этот черенок и вот такой вот зип пакет я взяла закрыла его чтобы там все было в таком вакууме и женщина цветовод на ю тубе блогер поведала что через 20 дней вот такой вот черенок колонхое если он приживается если все хорошо то он уже должен дать корешочки хорошие тогда можно уже пересадить в горшочек будем ждать когда пройдет 20 дней я решила пообедать пока мои мальчишки спят и жене перед ночной сменой у серафима дневной сон у меня были вот такие вот колбаски гриль но я их тушу в сковородке я сначала обжариваю с двух сторон а потом добавила морковки лука немножко водички и все это у меня тушилось и даже вот эту вот подливку я сейчас полила на ячневую крупу потому что я взяла ячневую крупу в пакетиках я сварила ее 20 минут вот половина пакетика взяла полила вот этим вот соусом таким с лучком с морковкой и сейчас поем да у меня еще есть морская капуста надо еще капусткой закусить так что вот такой вот у меня будет обед и я вам еще не рассказывала закончила предыдущий влог 15 числом и не рассказывала что вчера пока серафим у меня спал со своими соплями я в магазин сбегала быстренько благо он пристроен к нашему дому за бутылками молока две бутылки взяла и захотелось мне очень вафельного тортика взяла вот такой вот тортик с хрустящими вафлями и там точно такая же вот прослойка как вот нарисована на картинке такая розовая очень на какую-то клубничную похоже и изюм прям такой засушенный как бы сверху тортика лежит так что очень захотелось я прям вот отвела душу чаю напилась с вафельным тортиком муж не заказал джума микрофон такой на прищепочки потому что я когда снимаю на камеру и когда мне нужно снимать например пустые баночки когда меня нет в кадре у меня на камере микрофон расположен с другой стороны и получается что очень глухо идет звучание поэтому мне нужно подключить микрофон камере и уже говорить именно в микрофон и снимать на фоне какие-то вот пустые баночки получится гораздо лучше меня будет слышно поэтому вот я попросила и вот у меня заказал достаточно быстро пришло мне кажется даже месяца не прошло я больше все-таки заказываю с алиэкспресс какие-то товары которые мне нужно а жене метод увлекся джумом все рассматривать что там и как и заказал вот мне вот такой вот микрофончик на прищепочки я думаю даже если я буду снимать какие-то влоги и снимать на улице будет гораздо лучше меня слышно если будет ветер и я буду снимать на телефон и подключать именно микрофон и потому что здесь еще поролончик защита от ветра я тут сегодня во влоге упомянула чем я решила пообедать а сейчас вот хочу еще рассказать на ужин приготовила куриные голени подсолнечного масла добавила и обжаривала их со всех сторон с хмели-сунели с чесночным перцем приправа специальная для курицы посыпала и еще потом сверху почти уже когда все до конца обжарилась базилик сушеный тоже как приправа посыпала вот мы с серафимом культурненько две голяшки уже угородили папа у нас сегодня на смене на ночной ну ничего поесть завтра